Твоя царство Иисус, мы превосносим тебя. Аллалуя! Иисус, мы превосносим тебя. Аллалуя! И навечно будет слава Бог Твоя. Все Твое царство и вся сила, и вся слава, она вечно Твоя. Не бойся, земля, преклонятся пред Тобой. Двери небесных отворил нам, и вся слава, она вечно Твоя. Имя Твое всегда и выше всех имен. За всех царей вся вселенная будет петь, что Ты вечный Бог. Ты чудесный Бог, Ты чудесный Бог. За всех царей вся вселенная будет петь, что Ты вечный Бог. Ты чудесный Бог, Ты чудесный Бог. Вся семья возгласит в полу Тебе. Вот навеки будет имя Твое для всех, Господь, миру свет. Песня «Слава Бог Твоя» и навечно будет слава Бог Твоя. Песня «Слава Бог Твоя» и навечно будет петь, что Ты вечный Бог. Ты чудесный Бог, Ты чудесный Бог. Царь вся вселенная будет петь, что Ты вечный Бог. Песня «Слава Бог Твоя» и навечно будет слава Бог Твоя. Песня «Слава Бог Твоя» и навечно будет слава Бог Твоя. Песня «Слава Бог Твоя» и навечно будет слава Бог Твоя. Ты лишь Твоя слава и Твоё царство, и Твоя сила, Иисус. Вся слава, честь и подарок. Аллилуйя! Прославляем Твоё имя, поклоняемся Тебе, Иисус. И жаждем ещё больше Твоего святого присутствия на этом месте. Аллилуйя! Спас worthy,ハ Спаситель и искупитель, Без болото и слёг меня под предкинув. на веку из меня навсегда, ведь Ты пришел из вечности далекой в мир, где мы живем, с любимой Божьей Сын, ведь Ты пришел, ведь Ты пришел из вечности далекой в мир, где мы живем, любимый Божий Сын. Ты прошел жизнь и смерть, и на третий день посредств Ты отрыл миру путь, так нам жизнь опять вернуть, Аллилуйя, Судь за все мой. Спаситель, Спаситель, Искупитель, из болота извлек меня, Бог крепкий навеки, из меня навсегда, ведь Ты пришел из вечности далекой в мир, где мы живем, любимый Божий Сын. Ты пришел из вечности далекой в мир, где мы живем, любимый Божий Сын. Ты прошел, ты прошел жизнь и смерть, и на третий день воскрес, Ты отрыл миру путь, как нам жизнь опять вернуть, Аллилуйя, Судь за все мой. Ты прошел, ты прошел жизнь и смерть, и на третий день воскрес, Ты отрыл миру путь, как нам жизнь опять вернуть, Аллилуйя, 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 за все мой. Слави мне Твое, наш Бог, и поклоняемся Тебе. Поздаем Тебе всю славу, честь и хвалу, Прими жертвы нашей хвалы, наш Бог Исай. Будь прославлен, Иисус, в каждом сердце, в каждой жизни. Аллилуйя, 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 Любимый Божий Сынь, Любимый Божий Сын И ты пришел из вечности далекой, В мир, где мы живем, любимый Божий Сын. И ты прошел, ты прошел жизни и смерть, И на третий день воскрес. Ты открыл миру путь, Так нам в жизнь опять вернуть, Аллилуйя, за все мой путь. Ты прошел, ты прошел жизни и смерть, И на третий день воскрес. Ты открыл миру путь, Так нам в жизнь опять вернуть, Аллилуйя, за все мой путь. Аллилуйя, Аллилуйя, за все мой путь. Аллилуйя, Аллилуйя, за все мой путь. За все, Иисус, поем тебе хороу, Мы поклоняемся тебе, Всех слава, честь и плана тебе, Ты не шерсть и планы, Как ты, я, ты, Иисус. Аллилуйя, за все мой путь. Аллилуйя, за все мой путь. Подними руки и скажи, Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя, за все мой путь. 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 Аллилуйя, Иисус, Все слава тебе, Все честь и плана тебе, И послава тебе, Как ты, я, ты, иисус. Аллилуйя, за все мой путь. Аллилуйя, за все мой путь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, царь, воскликнуть всех, Он царь, Он праведный, Радуйтесь, небеса, торжествуй, земля. О, царь, рукопрещу и все ему, Он царь, не могу сдержать волну, Хочу я петь и восклицать, Он царь. Он царь, Он царь, Иисус царь, буду восклицать, Что ты, царь, мой царь, Ты, царь, в веки Бог всего. О, царь, воскликнуть всех, Он царь, Он праведный, Радуйтесь, небеса, торжествуй, земля. О, царь, не могу сдержать волну, Хочу я петь и восклицать, Он царь. Он царь, Он царь, Он царь, Буду восклицать, Что ты, царь, мой царь, Ты, царь, в веки Бог всего. О, царь, Он царь, Иисус царь, буду восклицать, Что ты, царь, мой царь, Ты, царь, в веки Бог всего. Иисус царь, которая, чтобы быть轟 и в веки Бог всего. Расслабь Его! Прославь Его, величие, земля крепещет перед Ним, и тьма дрожит у ног Его. Он на престоле правит, пусть все придут к Нему, сегодня и побегутся. Церковь прославь Его! Прославь Его, величие, земля крепещет перед Ним, и тьма дрожит у ног Его. Церковь прославь Его, величие, слава здесь! Аллалуя! Он на престоле правит, пусть все придут к Нему, сегодня и побегутся. Церковь прославь Его, величие! Церковь прославь Его, величие, земля крепещет перед Ним, и тьма дрожит у ног Его. Церковь прославь Его, величие, слава здесь! Церковь прославь Его, величие, слава здесь! Он царь! Он царь! Твой царь! Буду вас etmek стать, Что ты царь! Мой царь! Ты царь! Мой веки Бог всего Он царь, он царь И всю царь буду вас писать Что ты царь, мой царь Ты царь, что веки Бог всего Мой веки Бог всего Мой веки Бог всего Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Господь, мы славим тебя Ты царь и навеки Бог всего Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Он царь и навеки Бог всего Аминь Он царствует, друзья И у меня в руках есть тетради Где записаны нужды людей Нужды членов церкви И, наверное, не только членов церкви Мы будем молиться, как мы обычно молимся Знаете, в этом потоке хвалы Это хорошее время Утвердить победу Господа Провозгласить победу Господа И Божье Слово учит нас 1 Петра 5 глава Все заботы, 7 стих Все заботы ваши возложите на Него Ибо Он печется о вас Трезвитесь, бодрствуйте Потому что противник ваш дьявол Ходит, как рыкающий лев Ища кого поглотить Противостойте ему твердую верою Зная, что такие же страдания Случаются и с братьями вашими в мире Бог же всякой благодати Призвавший нас в вечную славу свою Во Христе Иисусе Сам по кратковременном страдании вашим Да совершит вас Да утвердит, да укрепит Да соделает непоколебимыми Павел говорит в определенной ситуации Петр говорит в определенной ситуации Но те принципы, которые мы можем видеть здесь Они вечные Аминь Уповать на Господа Возложить всякую заботу на Господа Почему приходят разные обстоятельства Потому что дьявол ходит, как рыкающий лев Ища кого поглотить Но у нас есть оружие Это вера И Слово Божье учит и говорит Противостойте Ему твердою верою А Господь в свою очередь Укрепит нас Аминь Обновит нас Усилит нас Аминь Давай прострем наши руки Будем молиться за каждого человека Кто представлен в этих нуждах Аллалюя Также есть сестра И ее сестра Она сейчас в проблеме У нее поломалась шейка бедра И она нуждается в помощи от Господа И в исцеляющей И также нужны финансы Давайте будем молиться об этом Господь во имя Иисуса Христа Мы поднимаем каждого человека Кто представлен этими нуждами здесь И мы провозглашаем победу Господа Мы как церковь Божья Мы противостоим твердой верою Всяким замыслам и действиям врага И мы разбиваем все замыслы и действия врага В жизни этих людей И мы провозглашаем спасение И исцеление Восстановление Устройство И решение каждого вопроса И мы приказываем всякой нужде Будь восполнена во имя Господа Иисуса Христа Благоденствия Мир и благоденствие! Мир и благоденствие! Мир и благоденствие тебе, Украина! Во имя Господа Иисуса Христа! Аллилуйя! Аллилуйя! Друзья, знаете, когда вчера мы поклонялись, здесь было такое потрясающее время, пятница, суббота, и мы сегодня продолжаем, и в 17.00 будет продолжаться эта конференция хвалы и поклонения после нашего дневного второго собрания. И Господь вчера, Он повел нас в таком глубоком поклонении, и кто-то переживал, возможно, обличение, и кто-то каялся, и что-то еще происходило. Это так все интересно было, удивительно. И в какой-то момент Господь показал мне чистый лист. Это так, знаете, такое мгновение. Раз я увидел чистый лист, и Господь проговорил. Я увидел, как на чистом листе пишется, знаете, пером пишется что-то, не ручкой шариковой, а пером пишется, и что-то появляются какие-то фразы. И Господь проговорил мне, я начинаю новый этап для церкви Одессы. Я начинаю писать новую историю для церкви Одессы и для Одессы в целом. Я начинаю писать новое, новая история. Это моя история. Я начинаю писать о новых чудесах, о новой славе и о новой силе. И это так было, знаете, так сильно, и у меня было побуждение поделиться с пастырями об этом, я сказал пастырям об этом, и мы поблагодарили Господа, и Брия, когда так же вела дальше в поклонении, она сказала, у меня крутится одна фраза внутри, новое рождение, новое рождение, новое рождение, это как подтверждение тому, что Бог показывал мне. И сейчас мы можем еще раз помолиться, давайте будем молиться об Одессе, и мы верою провозгласим это, новое начало для Одессы, новое начало для Одесской церкви, помолимся о людях церквей, не только нашей церкви, а о братьях и сестрах других церквей, других общин, и провозгласим это, новое начало, поблагодарим Господа, аминь. Аллилуйя, Господь, мы молимся во имя Иисуса Христа об этом новом помазании, которое Ты изливаешь на нас, свежем помазании, Господь, мы благодарим Тебя за эти освежающие потоки, благодарим Тебя за это обновление для церкви Одессы, благодарим Тебя, и мы молимся во имя Иисуса Христа, о каждом члене церкви, о каждом человеке в общинах Одессы, во имя Иисуса. О, мы благословляем все общины Одессы, и мы провозглашаем это новое начало, о, новая история, Господь, пиши, пиши эту новую историю для Одессы, для Одесской области, для церквей Одессины, пиши эту новую историю, Господь, мы говорим, вот мы, Господь, Аллалюя, о, твори это новое, Господь, и мы благодарим Тебя, это новое рождение, новое начало, и мы провозглашаем для Одессы, для одесских церквей, новое начало, для Одесской области новое, новое Божье, больше славы, больше силы во имя Господа Иисуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. И можно воздать славу Господу и сказать на это Аминь, 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 Аминь. Слава Богу. И давайте присядем на некоторое время, пожалуйста. Если вам жарко, помашите на себя руками, и кондиционеры не справляются. Аллилуйя. Ну ничего, по крайней мере, можно посмотреть, так он работает. Ага, и такое, знаете, как самоуспокоение. Все, кондиционер работает, и хоть как-то пусть нас успокаивает. Слава Богу, Господь действует, и у нас есть потрясающее свидетельство. Андрей Викторович, давай, или Саша, кто из вас расскажет это свидетельство, расскажи, пожалуйста. Нам Господь положил на сердце поехать в Котовскую воинскую часть. Ну, там есть несколько войских частей. Ну, мы поехали, а вчера... Да, договориться, взять какие-то контакты для того, чтобы проводить там работу, может, евангелизацию какую-то. И приехали вчера в субботу, и там нам обещали помощь депутат местный, но потом он в последний момент отказался. Говорит, а в субботу кого вы там найдете, сержанта, может быть, дежурного и все. А мы не знали, нам показали, куда идти, и мы пошли вдвоем туда. Вышли сначала к пограничникам, нам вышел полковник, да. Полковник вышел, говорит, пожалуйста, телефон, приезжайте, так нужны, мы нуждаемся, ну, в капелланской работе. Дальше стоит, дальше прошли, там 27-й батальон нацгвардии стоит, ну, наши тоже. И как раз возле ворот тоже мы попали на замполита, ну, в общем, по воспитательной работе, да. Он говорит, конечно же, давайте. Дал телефон, тоже мы обменялись телефонами. И он говорит, вы знаете, а у нас сейчас концерт для солдат в центре города, вы бы не хотели выступить? Мы говорим, конечно, хотели бы выступить, но. И, в общем, в центре города на эстраде мы приехали на 6 часов как раз, там военные машины, все, и солдаты в национальной гвардии, для них там дуэт какой-то пел. И мы как раз пришли и дали 10 минут, вот, Саша, и Саша выступал, рассказывал, боевой, да, капеллан, то есть был, ну, в боевых действиях. Да, и молились, то есть все очень открыты, пожалуйста. Поэтому, как бы, закончить хотел бы, если вы закончили библейскую школу, пастырскую школу, если вы молодой человек или немолодой человек, мужчина, и вы не можете ехать, ну, например, в зону АТО, но есть очень много сфер, где здесь можно применить, да, ну, именно применить себя. Знаете, жатвы много, делатели нужны. Аминь. 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 Слава Господу. Друзья, вы помните, да, что это лето Господне благоприятное. Время проповедовать везде и всем. Господь открывает везде двери для проповеди Евангелия, и это потрясающее время. И за это можно воздать славу Господу на самом деле. Аллалюя. И тут так прозвучало, что если вы закончили библейскую школу, то тогда вы можете присоединяться к этому служению. И кто-то сидит и думает, а я хочу, а я же не закончил библейскую школу. Друзья, для вас есть благая новость. Новый набор библейскую школу. Добро пожаловать. Одесский библейский центр. С этого года новое начало, новый старт, новое начало. Несколько церквей мы объединились. Мы вынесли библейскую школу за рамки, за стены нашей церкви. Теперь это уже Одесский библейский центр. И мы несколько церквей объединились. Это будет намного... Это будет новое начало. Это будет новый этап в этом обучении. Поэтому, если вы еще не прошли обучение в библейской школе, девять месяцев интенсивного снаряжения, духовным оружием Господь снаряжает. Господь открывается определенным образом. Каждый день Господь говорит. Каждый день Господь вдохновляет и обновляет. Это потрясающее время. Девять месяцев посвящения Господу. И впоследствии Господь, Он очень сильно использует тот фундамент. Или Он все строит остальное на том фундаменте, который Бог закладывает в библейской школе. Поэтому, если вы еще не были в библейской школе, то это ваш год. Аминь. Это ваш год. Больше информации вы можете взять на столе информации библейского центра. Там все есть, и там будут стоять люди. Поверни соседу и спроси, ты учился в библейской школе? И если кто-то такой, хоп, замолчал, скажи, это время. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу. Итак, и дальше, друзья. Давайте будем дальше поклоняться, идти в хвале. И так же мы принесем наши финансы. Слово Божье говорит, что почитание Господа, оно может выражаться в хвале. Хвалой мы почитаем Господа. Жертва хвалы. Такое есть выражение в Слове Божьем. Принеси Богу жертву хвалы. Это потрясающий образ того, как мы можем сегодня в Новом Завете приносить жертву. Мы не приносим физических жертв, но мы можем почитать Бога хвалой. Всей нашей жизнью. Но так же Божье Слово говорит о почитании Бога нашими финансами. Чти Господа от имения Своего. И от всех начатков, и от всех прибытков, начатков Твоих. Да, так. И откроется жизнь. Знаете, Бог, Он такой любящий, Он такой мудрый. Он хочет благословлять Свой народ. И Он через Слово Божье показывает принципы, через которые, когда мы их делаем, это не то, что мы ублажаем Бога этими делами. Господь уже возлюбил нас, и Он не нуждается в служении рук человеческих. Но Он хочет, чтобы мы были благословены. И Он Сам дает нам в Слове Божьем свои принципы, которые открывают больше финансово, например, благополучия в нашу жизнь. И Он говорит, почитай меня и финансами от начатков всех прибытков Твоих. И откроются житницы, и наполнятся житницы Твои до избытка. И откроются окна небесные. И Господь будет изливать благословение до избытка. Аминь. Слава Господу. Апостол Павел называет даяние служением Господу. Это служение Господу и благоприятная, благоуханная жертва пред Богом. Возьми в свою руку то, что ты приготовил сегодня. Приношение десятины. Подними так, потряси пред Богом и скажи, Господь, я почитаю Тебя. Аллилуйя. Я почитаю Тебя. Слава Господу. Господь, мы приходим к Тебе во имя Исуса Христа. Мы поклоняемся Тебе. Мы отдаем Тебе всю славу, честь и хвалу. И мы приносим эти финансы, Господь, как выражение того, что мы почитаем Тебя, как словами, так же и нашими делами, этими финансами. Я благодарю Тебя, что Ты даешь нам силу и мудрость приобретать богатство. А мы возвращаем Тебя, мы отдаем Тебя, мы чтим Тебя, Господь. Мы сеем, мы жертвуем на работу Божью. И благодарим Тебя, что Царство Твое проявляется в большей мере, распространяется, Господь. И мы благодарим Тебя за воздаяние. Мой Бог, благослови каждого даятеля. И я благодарю Тебя за воздаяние во имя Иисуса Христа. Слава Господу! Итак, друзья, пусть корзины пойдут. Давайте сеять, отделяя десятины и дальше поклоняться Господу нашими голосами. И я напомню, что сегодня у нас служит пастор Сергей Радидял. Аллилуйя! И на утреннем и на дневном собрании. И мы ожидаем слова. Амин. Все, давайте, пусть корзины пойдут и давайте поклоняться дальше. А, уже идут. А, дети, дети, благословляю вас на детское служение. Все, во имя Иисуса Христа. Детки, благословение Бога. Хорошего вам времени. Во имя Иисуса. Аллилуйя! Все, благословение детским учителям. Терпение. Боба! Молодец! Давай, благословяем. Аллилуйя! Ты верный, ты сильный, ты любящий благой, ты истинный, ты Бог святой. Ты все глядишь и знаешь, ты самый близкий друг, я всей душой тебя люблю. Тобой одним живу я, тобой одним дышу я. Всегда со мною рядом, не бросишь, не остави. Я знаю, здесь сейчас ты, и сердце мое жаждет быть с тобой. Снова слышать голос твой, Иисус. Слышать голос твой, Иисус. Спасите, целите, ты милостивый Бог, ты удивитель во всем. Ты мудрый, ты щедрый, ты самый близкий друг, я всей душой тебя люблю. Тобой одним живу я, тобой одним дышу я. Всегда со мною рядом, не бросишь, не оставишь. Я знаю, здесь сейчас ты, и сердце мое жаждет быть с тобой. Я знаю, здесь сейчас ты, и сердце мое жаждет быть с тобой. Я знаю, здесь сейчас ты, и сердце мое жаждет быть с тобой. Я знаю, здесь сейчас ты, и сердце мое жаждет быть с тобой. Я знаю, здесь сейчас ты, и сердце мое жаждет быть с тобой. Снова слышать голос твой, Иисус. Я знаю, здесь сейчас ты, и сердце мое жаждет быть с тобой. Снова слышать голос твой, Иисус. Церковь скажи тобой, с тобой одним живу я. Подними свои руки, поклоняйся ему, скажи, Иисус, ты моя жизнь, ты мое дыхание, это все, что нужно мне. Я знаю, здесь сейчас ты, и сердце мое жаждет быть с тобой. Снова слышать тебя, Иисус. С тобой одним живу я, тобой одним дышу я. Всегда со мной рядом. Всегда со мною рядом, не бросишь, не оставишь. Я знаю, здесь сейчас ты, и сердце мое жаждет быть с тобой. Я знаю, здесь сейчас ты, и сердце мое жаждет быть с тобой. Снова слышать тебя, Иисус. С тобой одним живу я, тобой одним дышу я. Всегда со мной рядом, не бросишь, не оставишь. Я знаю, здесь сейчас ты, и сердце мое жаждет быть с тобой. Снова слышать голос твой, Иисус. Слышать голос твой, слышать тебя, Иисус. И поклоняться тебе, Иисус, в твоем святом присутствии, Бог. Мы жаждем услышать голос твой, жаждем увидеть лицо твое, Иисус. Хотим познать тебя, наш Бог. Прославить тебя, принести тебе жертву хвалы. И благодарить тебя, Бог. Халлория. Будь прославлен, Иисус. Будь прославлен каждым сердцем. Дух Святой, наполняй нас еще больше собой. Халлория. Иисус. Эрис acaba новой. Иисус. Вселенная скорбиva, Иисуса свет на мне, Любимый Божий, Сын, повержен. На крест и предвожден стекает кровь за нас. Проклятие весь понес, царь славы. Проклятие весь понес, царь славы. Сразился силой тьмы, и смерть преодолела. Власть оболвала всегда разбита. И запреслась земля, отвален камень прочь. Ведь не преодолеть твою любовь. Что можешь сделать смерть, ведь царь царей воскрес. И ты побеждена навеки. Навеки ты прославлен, царь. Навеки ты привасный всем. Навеки ты воскресший. Ты живой, Иисус, ты живой. И запреслась земля, и запреслась земля. Отвален камень прочь, ведь не преодолеть твою любовь. Что можешь сделать смерть, ведь царь царей воскрес. И ты побеждена навеки. Навеки ты прославлен, царь. Навеки ты прославлен, царь. Навеки ты прославлен, царь. Навеки ты прославлен, царь. Ты живой, Иисус, ты живой. Навеки ты прославлен, царь. Навеки ты прославлен, боже. В поддow Иисус, славлю имя Твое, поклоняюсь Тебе, тогда даю Тебя, Иисус, превознесен, Иисус, превознесен, Иисус. Ты живой, и ты воскрешен, Иисус, превознесен мой Бог, превыше всех, Иисус. Святое имя Твое поем теперь. Аллилуйя, Аллилуйя, Иисус, превознесен, Иисус. Аллилуйя, поем мы Аллилуйя, поем мы Аллилуйя, поем мы Аллилуйя, агнец победе. Поем мы Аллилуйя, поем мы Аллилуйя, поем мы Аллилуйя, агнец победе. Поем мы Аллилуйя, поем мы Аллилуйя, поем мы Аллилуйя, агнец победе. Поем мы Аллилуйя, поем мы Аллилуйя, поем мы Аллилуйя, агнец победе. Поем мы Аллилуйя, поем мы Аллилуйя, поем мы Аллилуйя, агнец победе. Иисус, превознесен, На веки Ты воскресший, Ты живой, Ты живой. На веки Ты расслабляешься, На веки Ты тревожишь всё. На веки Ты воскресший, Ты живой, Ты живой. На веки Ты навеки Ты навеки. Боже, мы прославляем Тебя, Что всё, что Ты совершил на кресте, Это навеки, Это утверждено навеки. Ты живой, и с Тобой мы живы. Ты воскрес, и в Тебе мы воскресли. Ты воссел, и с Тобой мы воссели. Ты победил, Господь. В Тебе мы победители. Мы славим, мы славим, мы славим Тебя, Господь. Мы славим Тебя, Иисус. Мы славим Тебя, Иисус. Мы славим Тебя, Иисус. Мы славим, славим Тебя, Иисус. Тебе вся слава, Тебе вся честь. Мы славим, славим Тебя, Иисус. Мы славим, мы славим Тебя, Иисус. Мы славим Тебя, наш Дарь. Мы славим Тебя, Господь. Мы славим Тебя, Владыка, Тебе единому. Вся слава, вся слава. Вся слава, вся слава. Вся слава, слава, слава. Аллилуйя! Воздай славу Господу, Воздай Ему свою хвалу! Рука, плещим Его! Врастя, Его своими устами! Воздай Ему свою хвалу. Воздай Ему свою хвалу. Воздай Ему свою хвалу! Воздай Ему свою славу! Аллилуйя, Аллилуйя, Господь, Господь, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Господь, мы славим Тебя. Мы превозносим Тебя на этом месте. Мы воздаем Тебе честь и славу. Дух Святой, благодарим Тебя за то, что Ты здесь, Дух Святой. Ты всегда с нами. Мы не можем испытать чувство сиротства, потому что Ты с нами. Спасибо. И мы благодарим Тебя, что Ты наполняешь нашу жизнь познанием воли Божьей, познанием Отца и Сына. Ты переводишь нас на новый уровень. Мы благодарим Тебя. Дух Святой, говори сегодня к нам, и пусть Твое Слово будет понятным для нас. Господь, используй меня в этом. Дай мне и ясность мысли, и ясность Слова, чтоб я мог передать Твоему народу. Господь, я почитаю Тебя на этом месте. Я воздаю Тебе славу, честь и хвалу за привилегию делиться Твоим Словом. Аллилуйя! Воздай славу Господу! Аллилуйя! Аллилуйя! Иисус, слава Тебе! Аминь! Воздавая славу Господу, благослови кого-то, скажи, ты на правильном месте и в правильное время. Аминь! Грубо прославление. Спасибо. Слава Господу! Как настроение, Одесса? Жарко. Жарко. А вы что хотели? Нормально. Вот что. Пляжный сезон, ребята, вы что, я же приехал на море. Должно быть жарко. Слава Богу, пляжи просто сесть негде. Стоять можно еще где-то. Пусть Украина процветает. Аминь! Ну, Молдова рядом, по-любому будет процветать. Аллилуйя! Не стесняйся того, что ты живешь в Украине. Аминь! Это привилегия. И не стесняйся выражать свою любовь к Украине. Ты слышишь? Вы слышите или нет? Вы знаете, есть комплекс, который мы унаследовали, ну, я не знаю, может быть, из-за Советского Союза или из-за чего. Но знаешь, это нормально, когда ты проявляешь свою любовь к жене в присутствии других. Это нормально, когда ты проявляешь свою любовь к детям, своим детям в присутствии других. И ты не говоришь, ну, это нормально. И это нормально, когда ты любишь свою страну. И ты проявляешь свою любовь к своей стране. Аминь! Кто-то еще хотя бы два человека здесь есть, кто может меня в нос, слава Богу. Я люблю Молдову, я не стесняюсь того, что я молдаванин. Я не горжусь этим, потому что гордиться нечем. Не, в плане того, что вообще это тупо, гордиться своей национальностью. Стесняться не нужно. Аминь! Поэтому ты не должен стесняться, что ты украинец или украинец. Как правильно поправить? Украинец. В плане не национальности, а в плане принадлежности к стране. Аминь! Уже я понимаю, здесь и болгары есть, и гагаузы, молдаване есть. Ну, и, конечно же, украинцы. Украинцы. Да что ж такое. Ну что, я хотел бы с вами поделиться. Сегодня будет два служения, и на двух служениях я буду, по сути, говорить одну проповедь, но это будет продолжение. То есть, на втором служении вы услышите то, чего не услышите на первом служении, но это будет продолжением. Время мало, поэтому пришлось ее как-то разделить. Поэтому я тебе рекомендую просто не пропустить. Понятно, все так говорят, и я каждый раз так говорю, когда приезжаю, но на сегодняшний день это действительно очень важно. Я буду говорить о воле Божией. Я буду говорить на первом служении о том, какова воля Божия, и на втором служении я буду давать конкретно ключи, практически, как познать волю Божию лично для себя. Кому-то это интересно или в следующий раз приехать? Интересно. Слава Иисусу! Итак, воля Божия. Знаете, я проповедовал это слово у нас просто в церкви, в Камрате. Мы как-то молились духовным советом, и на молитве было понимание, что эту истину нужно поднять. Просто поднять. Когда ты что-то поднимаешь, ты обращаешь на это внимание. И в течение нескольких недель мы учили об этом, проповедовали, и в Камрате до сих пор сейчас об этом проповедуется. Но я также, знаете, под впечатлением от этой истины, я проповедовал это также в Васильевке в прошлое воскресенье, и я верю, что это будет назидательным и практичным также для вас. Итак, воля Божия. В послании Ефесянам 5 глава, в 17 стихе написано так. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Другими словами, апостол Павел в послании Ефесянам обращается к Ефесской церкви и говорит, не будьте нерассудительны, и слово нерассудительны буквально переводится как невежественны. Не будьте невежественны, но познавайте, что есть воля Божия. Это говорит о том, что мы как верующие, во-первых, это послание кому адресовано, верующим или неверующим? Верующим. Значит, мы как верующие, мы можем быть что нерассудительны, либо невежественны в отношении того, что Бог хочет для нас. Писание говорит, но познавайте, что есть воля Божия. Итак, нам дано повеление познавать волю Божию. Другими словами, апостол Павел недвузначно, а однозначно хочет нам дать понять, что ты не можешь познать волю Божию, просто, знаешь, вот как-то, ну как-то вот так ты шел, 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 шел и раз, и наткнулся на нее. Для того, чтобы воля Божия была открыта тебе, лично тебе, тебе нужно сделать некое усилие, которое называется познанием. Тебе нужно познавать волю Божию. Удивительно, но христианин может быть невежественным. Понятно, что для вас это просто чудо. Как такое может быть? Потому что у вас библейский центр. И все для того, чтобы ты не был невежественным. Чтобы ты был в числе тех, которые возрастают в познании. Но, тем не менее, ты можешь быть невежный, ты можешь быть нерассудительным при наличии духовного библейского центра одесского. Понимаешь? В чем вся проблема? Это то же самое. У тебя дома может быть мыло, и зубной порошок, и мочалка, и, в общем, все из сказки мой до дыр. Но ты все равно можешь издавать неприятный запах. Потому что просто наличие всего этого дома не делает тебя чище. Тебе нужно что-то приложить, да, к себе. Точно так же волю Божию нужно что? Познавать. Вы знаете, о воле Божией, ну, как бы, то есть мы все говорим, ну, да будет воля Божия. Ну, воля Божия, это самое главное. Нет лучше места на земле, как только воля Божия. И все это мы говорим, и все это правильно, и все это хорошо. Но, знаете, я увидел, что в теле Христовом, в отношении воли Божией, есть, мягко говоря, несостыковка, или, мягко говоря, знаешь, такое, ну, напряжение. Как только ты говоришь о воле Божией, люди напрягаются. Я слушал одного пастора, и он рассказывал историю, когда к нему пришел один бизнесмен, у него были проблемы в бизнесе. И он говорит, пастор, давай помолимся. Он рассказал ему всю ситуацию. Пастор выслушал, говорит, слушай, знаешь, ситуация реально такая нелегкая. Я даже не знаю, как вот сейчас помолиться. И говорит, давай сделаем так, давай просто провозгласим, чтобы исполнилась воля Божья. И бизнесмен ему говорит, слушай, а давай помолимся, чтобы просто было хорошо. Вы понимаете, о чем речь идет? Знаете, у нас есть внутри, в отношении воли Божьей, как, ну, в конце концов, ну, может тебя ожидать некий подвох. Как будто будет в конце розыгрыш. Как будто бы молодые парни боятся доверить свой будущий брак. Господу. Потому что они думают, а вдруг мне Бог даст. Девчонки боятся ожидать от Господа супруга, потому что думают, во-первых, здесь уже все. Знаешь, все разобрали на рынке. Надо искать где-то в другом месте. Потому что вдруг Бог приведет какого-то... И у нас искаженное представление о Боге и о Его воле о нас. И эта проблема исходит из того, что, во-первых, мы до конца не понимаем Его, какой Он. И, соответственно, из-за того, что мы не знаем, какой Он, мы не понимаем, какова Его воля. Но Писание говорит о том, что мы должны познавать волю Божию. Пойми, христианство становится крайне интересным, когда ты знаешь Его волю. Христианство – это не прогулка во тьме. И ты не знаешь, на что наткнешься. И ты не знаешь, что тебя... Безусловно, у Бога есть очень много сюрпризов, но не такие. Знаешь, как ты приехал в гости, лег спать, выключили свет. Ты не помнишь расположение всего в доме, и ночью ты захотел попить воды. И вот пока ты дойдешь до кухни... Ай! 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 И у нас порой представление о воле Божьей именно так. Но, знаешь, воля Божья – это включенный свет. Это свет. Это не тьма. Послание римлянам, 12 глава, 1 стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. Все предыдущие главы, 11 глав, 12, она как бы подытоживает, потому что здесь написано «Итак». Другими словами, в сегодняшний день очень большое количество людей, верующих, так и не хотят представить свое тело в жертву живую, не в мертвую. Знаешь, что из Богу не нужно, типа, когда ты уже отходишь, последний вздох и говоришь, «Господь, ну теперь ты можешь взять мое тело». Нет, он хочет жертву живую. Когда ты ходишь здесь, движешься, чтобы твое тело было представлено ему. И знаешь, когда ты представляешь ему свое тело, автоматически и душа, и сердце. Некоторые говорят, «Мое сердце принадлежит Господу». Знаешь, как-то хочется попрактичнее. Я рад, что сердце моей жены принадлежит мне. Ну, в смысле, как бы вот. Ну, как-то хочется в браке чего-то попрактичнее. Вы знаете, я же безбашенный молдаванин, я же могу дальше говорить. Поэтому вы как бы дайте, остановите меня. Да, аминь. Бог хочет, чтобы мы предоставили свои тела. Но смотрите, наше тело предоставляется только тогда, когда мы понимаем все предыдущие 11 глав. И там говорится о том, насколько Бог любит нас, какую жертву Он принес, дал нам дар праведности. У Него одни дары. В 8 главе сказано, если Он сына своего не пощадил ради нас, как с Ним не дарует нам всего. Не продаст, а подарит. Послушай, Бог, Он наполнен благостью и милостью. И когда ты понимаешь, какой Он добрый и любящий, тогда ты начинаешь предлагать Ему свое тело и доверяешь полностью себя Его воле. Второй стих написано так. Не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Смотрите. Писание говорит о том, чтобы мы не сообразовывались с этим веком. Не сообразоваться, другими словами еще, слово сообразоваться имеет значение, как не стоять на одной стороне. Я вам приведу пример. Это все равно, что вы идете, вот вы с кем-то гуляете или вы просто с кем-то поздоровались. Вот вы с ним встретились в Одессе, например, на Дерибасовской. О, привет. Поздоровались. Он такой, привет, как дела? Нормально. И он такой вытаскивает из кармана камень и в какое-то витринное окно какого-то ресторана запулил и разбил окно. Что будет самым мудрым сделать с твоей стороны? Отойти от него подальше. Потому что стоять рядом с ним, ты с ним сообразовываешься. И когда люди выглянут из этого учреждения, они подумают, что вас... Поэтому нужно не сообразовываться. И Писание говорит, не сообразуйся с этим веком. Но что? Преобразуйся. И слово преобразование, здесь стоит слово метаморфоза. Преобразуйся через обновление ума, познавая волю Божью. Другими словами, познавая волю Божью, я обновляю свой ум, и в моей жизни происходит метаморфоза. Все очень просто. Познавая волю Божью, обновляю ум, происходит метаморфоза. Но я хочу говорить сейчас больше о воле Божьей. Смотрите, написано, воля Божья, она благая, угодная и совершенная. И я хочу сфокусировать сегодня наше внимание именно на этих трех словах. Вы знаете, такое ощущение, что дьяволу не получилось остановить послание о воле Божией. И люди знают, что нужно исполнять волю Божию. Но дьяволу как будто получилось взять белило, знаете, вот, ну, когда там помарочку сделает и забеливаешь. И вот как будто он закрасил эти три слова для нашего понимания, что воля Божия благая, угодная и совершенная. И без осознания того, что есть воля Божия, что она благая, угодная и совершенная, и ничего кроме этого в ней нет, ты никогда не захочешь волю Божию. Но я хочу сегодня пробудить внутри тебя аппетит к воле Божией. И чтоб ты понял, что самое лучшее, что для тебя может быть, действительно, это только его воля. А это самое лучшее для тебя. Итак, воля Божия, она благая. Слово благая в греческом языке буквально означает лучшего качества по внутреннему содержанию, внутренним характеристикам и внешнему проявлению. Другими словами, когда в греки использовали слово благая, вот так, как оно звучит у них в языке, лучше этого быть не может. Другими словами, воля Божия, она содержит в себе благость, потому что сам Бог, Он что? Благой. Он добрый. Я хочу прочитать Евангелие от Матфея, 7 глава, 11 стих. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благи давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Я думаю, никто из вас никогда не давал своим детям вместо хлеба камень? Или есть такие? Нет таких. Никто из вас не жарил вместо яиц скорпионов? Вместо там колбасы змею? И то верно. Послушайте, Бог благ. Конечно, я с моей дочерью в детстве, конечно, поступал иногда, ну, не так, объясню. Знаете, мы хотели ее огородить от сладкого, и когда она смотрела на сладкое, я брал обертку от конфет, заворачивал под столом туда хлеб. Я говорю, Кристинка, хочешь конфеты? Я говорю, давай, открою. И я прямо у нее на глазах разворачивал, и я брал хлеб, и засовывал ей в рот, и она жевала. Я говорю, как? И у нее было впечатление потом о конфетах не самое такое, знаешь. Она так свободно на них смотрела. и спать я ее укладывал, знаете, как, я говорю, Катерина, давай, ляжь. Папа, я не хочу спать, светло еще. Я говорю, так не надо спать. Кто сейчас спит, когда светло? Все же спят, когда темно. Просто полежи с закрытыми глазами 10 минут. 10, да, 10 минут. Просто закрыть, да, закрыть. Ну, наверное, я не один такой, да? Главное, рядом не лежать с закрытыми глазами. Итак, воля Божья, она благая. Бог добр. Воля Божья, она настолько высокого качества. Это, и это то, к чему уже нечего добавить. Давайте представим себе вот что. Представьте себе, если бы сам Бог зашел на рынок автомобилестроения. И если, вот просто представьте себе, вот Иисус, вот, 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 раз, вот Он начал строить машины. Вот спустился с небес и начал строить машины здесь. Как вы думаете, Он бы построил машину такую, ну, я уверен, что если бы Он бы сделал машину, то все бы остальные разорились. Знаете почему? Потому что уже к этой машине ничего не прибавишь и ничего нельзя будет убрать. Все последующие машины, они берут самое лучшее от предыдущих моделей и что-то дополняют, худшее убирают. Есть прогресс. В Боге, понимаешь, Бог, Он не прогрессирует. Когда, если бы Он сделал машину, то к этой колеснице уже ничего не прибавишь. И там и климат-контроль, и такой совершенный, и все совершенное. Воля Божия настолько благая, что все благо, которое есть у Бога для тебя, оно заключено в Его воле. И ты не можешь получить благо вне воли Божьей. Ты можешь получить некую, даже не то, что подделку, но низкого качества. хлеб в оберке конфеты. Типа того. Послушай, итак, воля Божья, она благая. Второе, воля Божья, она угодная. И слово угодная буквально переводится как приятная. Давайте с вами откроем. Якова. Не, не, не. Филиппийцам, 4 глава, 18 стих. Апостол Павел пишет, я получил все и избыточествую, я доволен. Я получил от Ипофродита посланное вами как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Кому из вас нравится получать зарплату? приятное дело. Особенно если зарплата большая. Или большое благословение. И ты берешь, держишь эту пачку денег. Кто себе когда-то вот так как веером, вот как сейчас сестра вот так веером. И ты так благоприятная, приятная. Воля Божья, она угодная. Она приятная. Есть местописание, где написано вкусите как благ Господь. Другими словами, воля Божья, она настолько приятная, она может быть не совсем приятна поначалу для твоих глаз, потому что мы не всегда смотрим так, как Бог смотрит, но если мы попробуем, то мы оценим, что это на самом деле вкусно. Это то же самое, как люди приходят в какое-то кафе и им предлагают какое-то новое блюдо. Им говорят, вот у нас есть то-то-то-то-то, и ты такой слушаешь. Они говорят, мы можем вам дать на пробу. и когда ты пробуешь, ты понимаешь, это вкусно. То же самое, воля Божья, она реально вкусная. Вся проблема в том, что люди порой руководствуются своим физическим зрением в отношении воли Божьей. Не познанием, а зрением. Но воля Божья, она приятная. она самая лучшая, и она приятная. Это то, как мы с детьми, знаете, тоже детей кормишь, и я вспоминаю, либо Пашу, Пашу нет, Кристину, она, знаете, у нас Павел доказательство того, что мы их обоих кормим. Сейчас Кристина как-то, а раньше вообще она была такая, что сливалась вообще совсем. И может и вот то есть пока не напомнишь, что нужно кушать, то может сесть за книгу и читать, читать, и вначале она читает книгу, а потом уже книга ее будет считывать, знаешь, уже уже там. Я говорю, Кристина, возьми покушай. Не, папа, я не хочу. И я садился рядом с ней. Я вообще, знаешь, когда кушаю, если рядом со мной кто-то кушает, у всех пробуждается аппетит. Но я садился специально рядом с ней, я начинал кушать и я такой я говорю, хочешь попробовать? Не, папа, я не хочу кушать. Я говорю, не надо кушать, просто попробуй. И я давал ей, она пробовала, и она понимала, это вкусно. Послушай, воля Божья, она вкусная. Она на самом деле вкусная. Это не что-то противное. Она вкусная, она приятная. И Бог хочет, чтобы у тебя ушел, ну, вот этот вот странный миф, что иногда, знаете, христиане разговаривают между собой, говорят, а если Бог тебе даст жену инвалида? Вы когда-то слышали такое? Или, а если он тебя отправит на Северный полис проповедовать Евангелие? Я такой, ну, если это Божья воля. Послушай, если Бог тебя отправит на Северный полис, то Он сделает для тебя приятным в первую очередь холод. Слышишь? То есть, если Он сдаст тебе, ну, такую любовь, я не знаю, ну, так не нравится, холод, во-первых, климатические условия, любовь к людям, ну, вот именно к тем, вот к таким, я не знаю, каким, но ты захочешь, она приятная. Я вспоминаю, когда я переехал в Камрад с Кишинева, я вам хочу сказать, что не было такого, что я, знаешь, такой раз и переехал, такой, куда, в Камрад? Э, легко. Просто, если бы вы были в Камраде лет 15 назад, то это место, куда вы меньше всего бы хотели приехать. Но, однажды в молитве Бог наполнил меня таким состраданием к этим, это было сверхъестественно. Серьезно, потому что это было сверхъестественное сострадание к этим людям. я плакал. Я плакал. Я плакал так, как будто бы, вот у меня было такое состояние, как будто вот, вот, вот моя мама должна отойти в вечность. Я не мог собраться, ну, и у меня текли слезы, и я хотел туда поехать, и я приехал, и я, конечно, был вначале в шоке, но, но мне нравилось там быть. Многие, кто приезжали, говорят, как ты здесь живешь? Это приятно для меня. Я не то, что, знаешь, какой-то странный парень. Воля Божья, она благая, она приятная. А воля Божья иногда люди, знаете, вот просто представьте себе, как бы чувствовал себя Бог, представь себе, к примеру, рядом с тобой вот квартира или лестничная площадка или дом, я не знаю, где кто живет, если ты живешь на земле, в смысле у тебя дом, вот представь себе, у твоего соседа украли курицу, и сосед уверен, что это украл ты, или у соседа по лестничной площадке пропало золото, и он говорит, это сделал ты, а ты знаешь, что ты этого не делал, как ты себя можешь чувствовать, мягко говоря, нехорошо, правда же, представьте себе, что может ощущать, или что должен был бы ощущать Бог, когда с земли Он слышит, когда люди говорят такие вещи, кто-то разбился в автокатастрофе, говорит, Бог это сделал, кто-то умер от болезни, Бог это сделал, у кого-то распался брак, Бог их наказал, у кого-то развалился бизнес, нормальный бизнес, я не знаю, там, ну вот, пришли к нему вначале налоговая, потом пожарники, потом санэпидемстанция, и он потом в конце подумал, слушай, ну, наверное, бизнес нужно отдать, и говорит, Бог, это Бог сделал, Писание говорит о том, что воля Божия, она благая, угодная, приятная, это лучшее, это приятное, и это что? Совершенное, слово совершенное также означает законченную волю Божию, Знаете, я недавно, мы были в Минске на одной конференции, и пока мы были на этой конференции, мне прислали сообщение на Фейсбуке, я проводил служение в Полтаве у пастора Александра Беляка, и были интересные свидетельства исцелений, но была одна женщина, у меня одна женщина, то есть одна сестра из церкви, она служитель, и она попросила, чтобы я пришел помолиться за ее маму, мама в очень плохом состоянии была, она лежала дома, то есть уже несколько месяцев она не могла вставать, врачи ей поставили диагноз рак, она очень ослабла, и когда мы пришли, я увидел женщину, которая разваливается, но на лице улыбка, над ее кроватью была моя фотка от, ну, мой пригласительный, я там такой, она говорит, ой, я вижу вас, пастор Сергей, я так ждала вас, я говорю, и она такая радостная была, я говорю, ну, как бы не об этом, вы ожидаете исцеления, да, мы ее наставляли, я был еще с одним пастором из церкви, мы помолились, попросили ее встать, она немножко прошлась с нами, потому что мы ей помогли, она не могла сама вставать, потом мы ей помогли усесться, но через, получается, полтора месяца, мне отправляют сообщение, пастор Сергей, мама через несколько дней, встала уже самостоятельно, начала ходить, начала приходить на собрание, и мы потом поняли, что нужно пойти сделать, ну, обследование, врачи поставили диагноз, рака нет, Бог, Он любящий, Он благой, Он, послушайте, Бог, Он добрый, ты знаешь, это просто, но это факт, Он добрый, и у Него приятно, если ты думаешь, что Он, мне трудно себе представить, что Бог, который отдал своего Сына, который прошел через такое мучение, Он будет смотреть на рожденного свыше христианина, который мучается от рака, и Он говорит, ну, не расстраивайся, это воля Божия, это моя воля, немножко для тебя такая, я проводил служение исцеления в Чемишли, сейчас недавно, у нас есть городок один, на служение пришла женщина, которая 14 лет назад была парализована, и от паралича ее правое ухо полностью оглохло, Бог открыл ее ухо, она начала слышать, у нее были камни в желчном, она не могла на протяжении последних двух-трех лет вообще спать, и она пришла после первого служения и говорит, послушайте, я уснула в 10, проснулась в 6 утра, у меня ничего не болит, и при нас она нажимает и говорит, у меня снимки, где у меня камни в 12 миллиметров, это достаточно большие уже камни, я говорю, пойдите и сделайте, я приеду, я узнаю, что же там результаты, воля Божья, она благая, ты скажешь, но почему не все люди получают исцеление, послушай, послушай меня внимательно, Писание говорит, не будьте нерассудительными, но познавайте, что есть воля, и воля Божья, она благая, она совершенная, она угодная и она совершенна, и слово совершенное также переводится как законченное, если ты получил исцеление на 50%, это не воля Божья, воля Божья, чтобы ты имел законченное исцеление, воля Божья имеет законченный результат, никого Иисус не исцелял наполовину, вы помните, даже когда Он исцелил одного человека, и Он начал видеть людей, то есть Он прикоснулся к нему, Он был слепым, начал видеть как будто тень, и Он сказал, Аллилуйя, воздай славу Богу, это уже хоть что-то, и не сказал, давай в следующий раз придешь, он тут же за него еще раз помолился, пока он не был исцелен полностью, воля Божья, ты представь себе, чтобы тебя благословили машины, о, представляю, но представь себе так, тебе привозят, знаешь, на этом эвакуаторе кузов, и во дворе у тебя так вывалили его, на другом эвакуаторе привезли тебе внутренности с двигателем, и то разобранным, и как бы тебе дали сразу план, как собирать, визитку от какого-то магазина, где ты по скидочной цене смог бы купить колеса, скажешь, ну скажешь от меня, слушай, если бы меня так благословили, я бы сказал, знаешь что, парень, давай собираешь вот этот весь геморрой, и к себе его куда-то, или ты думаешь, у меня в времени, знаешь, мне нечем себя занять, скажите, это благословение или нет? Нет, мягко говоря, не очень, но это не благословение, потому что эта машина, она не законченная, или представь себе, тебе на день рождения дарят торт, коржи, изюм, орехи, кстати, торт очень крутой, реально крутой, я пробовал, не знаю, как у тебя получится, но у меня получился классно, это не, воля Божия, она не такая, она законченная, она имеет, когда родился родидеал Сергей, Бог не удивился, не сказал, да ты что, мы вообще планировали в семье родидеал пять детей, тут раз шестой, нет, 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 Иисус сказал, ну отец, ну, ну ладно, что-то надо же для него придумать, давай, что-нибудь быстренько, знаешь, приготовим, послушай, прежде чем ты родился, воля Божья была о тебе уже, и она была о тебе благая, угодная и совершенная, в послании Якова, первая глава, 17 стих сказано, не обманывайтесь, всякий совершенный дар сходит свыше от Отца Света, так, не сходит свыше от Отца Света, у которого нет изменения и тени перемены, всякое даяние доброе, и слово доброе, здесь стоит то же самое слово, благое, по внутреннему качеству, по внешним проявлениям, благая воля, всякий дар совершенный, когда Бог сотворил Адама и Еву, Он сотворил их абсолютно здоровыми, и я всегда слышу, как люди говорят, да, но мы видим, я хочу тебе сказать, неважно, что мы видим в практике, это не изменяет волю Божию, знаешь, что самое интересное в Боге, что Бог, Он не реагирует на христианскую практику, за две тысячи лет, Он не изменил свою волю из-за христианской практики, а, ну для вас мое исцеление сложно, ну давайте тогда как-то я подстроюсь под вас, нет, воля Божия, чтоб мы были здоровы, воля Божия, чтобы мы были здравы, воля Божия, чтобы мы жили праведно и свято, воля Божия, чтобы мы имели крепкий брак, воля Божия, чтобы мы преуспевали, это воля Божия, она благая, она совершенная, братья и сестры, я хочу сегодня вам сказать, Бог добр к нам, Он добр всегда, Он как Отец, я не приношу своим детям, знаете, домой клубок ниток, вязальные спицы, или ткацкий станок, я говорю, детки, женка дорогая, люблю тебя очень, вот, благословляю тебя, можешь теперь сама себе вязать и шить вещи, сыну шмат кожи, каучук, будешь делать обувь, кто из вас так благословляет свою жену, она тебе тогда тоже благословит, женщины всегда могут сильнее отомстить, послушай, мы приносим что-то домой законченное, Бог имеет о тебе самые добрые намерения, раз, они самые благие, они самые приятные, и второе, они имеют законченную форму, Бог хочет, чтобы ты вошел во что-то законченное, во что-то, что ты знаешь, оно закончено, и это есть искупление, когда Иисус на кресте умирал, последние слова его были какие, какие, закончено, совершилось, из-за того, что Он совершил искупление, написано, Он успокоился, успокоился не означает, что Он устал, когда Писание говорит о том, что Бог успокоился в седьмой день, это не говорит о том, что в шесть дней Он устал, успокоиться, знаете, что это означает? Это как художник, который рисует картину, здесь есть художники? Да вы что? Ну хоть один, а есть, и вот художник, если он пишет маслом, он раз, 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 что-то там уже набросал, и он отходит, и опять, пам-пам-пам, отошел, опять, пам-пам-пам, и вот пам-пам, пам-пам, короче, он как фехтование занимает. Потом наступает такой момент, когда он отходит, он посмотрел так, он посмотрел так, и он наносит, возможно, последний мазок, отходит, все. К этой картине уже ничего не добавишь, он успокаивается не потому, что устал, уже знаешь, вот как бы красками вот супер особо не вспотеешь. Он успокаивается внутренне, она законченная. И я хочу тебе сказать, воля Божия была закончена о тебе, когда тебя и меня еще не было. Он полный, all inclusive включил, когда еще тебя не было. Когда не было ради дела Сергея, Виталия Казаченко, я не знаю, там, Вася Бусыгин, кого еще там. И пока тебя еще не было, Бог приготовил для тебя все. Воля человеческая и воля, которая может быть навязана дьяволом, я ее сравниваю, знаете, здесь чем? Комплексный обед в школе. Он комплексный. Первое, нет вариантов первого, просто первое. Второе, нет вариантов второго. Компот, нет вариантов, только из сухофруктов. Хлеб, нет вариантов, только такой, который тебе дадут, черненький. Воля Божия, это пять звезд в Анталии, где all inclusive. Выбор, но он, он ограничен, ты не можешь выйти за территорию этого отеля. Он действует там, но там есть большое разнообразие благословений. И ты можешь взять одно, и ты можешь до конца своего отдыха не попробовать чего-то другого. И некоторые так уезжают, я слышал, они такие, уже в самолете, такие, слушай, я не попробовал, там вот была одна такая вкусняшка. с кем-то такое происходило, со мной еще нет. А кто из вас на дне рождения или на свадьбе был? И вы потом уходите со свадьбы или с дня рождения, вы такие, слушай, там было такое блюдо, я так его не попробовал. Не потому, что тебе не хватило, здесь не хватило уже места для этого блюда. Бог, Он имеет от тебя самые благие намерения. Когда ты родился, Он радовался. Когда ты спишь, вы знаете, когда мы спим, Бог смотрит на нас, Он же не дремлет, хранящий нас не дремлет и не спит. И это подобно тому, я всегда вспоминаю, как я смотрел на своих детей, когда они были маленькими и в обеденное время мы их укладывали спать и они спят и я стоял и смотрел. А иногда, когда я приходил, жена уложила, я говорю, давно уже спит Кристина? Да. А когда должна проснуться? Ну, может, через полчаса. Я начинал ее раньше будить. Жена, конечно, на меня немножко рассердилась, но и мне нравилось, как она Бог любит тебя. Он от тебя в восторге. Да, но я на днях совершил это. Это исправлено кровью Иисуса. Я хочу вам кое-что сказать. Очень важно. Я недавно эту мысль, как будто бы, знаете, во время молитвенного служения, как будто ее уловил в Духе Святом. Люди сегодня в церкви настолько озадачены своими неправильными делами в прошлом, в дальнем прошлом, в близком прошлом, может быть, на медне. То есть, что-то сделали не так. Кто, кстати, вот сегодня вас, ну, мягко говоря, вас так немножко тревожит, что вы сделали что-то не так, может быть, на этой неделе. Есть такие? Есть такие? Есть. Но знаете что? Это все было решено две тысячи лет назад, когда Иисус сказал «совершилось». Иисус простил вам грехи прошлого, настоящего и будущего, потому что ваши грехи были в будущем, а Он их простил. Даже грехи вашего прошлого две тысячи лет назад они были грехами будущего. Теперь послушайте, знаете, с чем Бог сегодня разбирается? Не с вашими поступками, а с вашим неправильным мышлением. И вот что я уловил от Духа Святого. Люди вообще не переживают порой за то, что они неправильно думают. думают. Люди переживают за то, что они неправильно сделали. Хотя это уже решено. Но люди не переживают о том, что они неправильно думают. Потому что именно это должно сегодня меняться. Пойми, твои грехи прощены. Все, с чем сегодня Дух Святой разбирается в твоей жизни, это с твоим неправильным мышлением. Мы думаем неправильно. И в твоей и моей жизни должен наступать такой момент. Подожди. Я неправильно думаю. Нет, нет. Мы думаем, я неправильно поступил по отношению к пастору. Вопрос не в том, что ты неправильно поступил. Ты неправильно думал, и поэтому неправильно поступил. Я неправильно думаю в отношении пастора. Я обидел свою жену. Я переживаю. Я не сделал этого. Нет, нет, не эта проблема. Ты неправильно думаешь. И мы неправильно думаем в отношении воли Божьей. Пока в нашей голове не утвердится тот факт, что она только благая. Воля Божья не может быть чуть-чуть благой и немножко неблагой, мягко говоря. Она одно благо для тебя. Воля Божья не может быть неприятной. И воля Божья не может быть незаконченная. Если человек получает исцеление на 90%, это не воля Божья. Воля Божья – стопроцентное исцеление. Сто процентов. Вы помните, я вам как-то говорил, может быть, год назад, у меня была проблема с давлением. Помните. Тогда я говорил, что ранами Иисуса я исцелен. Сегодня я тоже говорю, что ранами Иисуса исцелен. Но сегодня уже мое тело об этом также говорит. У меня стабильное давление. Халлуйя. У меня нет гипертонии. Воля Божья, она законченная. И я хочу тебе сказать, воля Божья, она должна, она начинает реализовываться в твоей жизни через познание ее. Воля Божья не может быть тебе навязана. Ты принял спасение, и это часть воли Божьей. Но тебе еще нужно расширить свое понимание о воле Божьей в отношении исцеления, в отношении преуспевания, в отношении своего брака, служения. И она приятная. Я служу Господу, и я не мучаюсь. Послушай, когда я еще не был служителем полного времени, я работал. И я когда работал, я работал администратором, я не мучился. Я с удовольствием приходил на работу. Серьезно? Я приходил с удовольствием. О, работа. Нет, я наслаждался. Я получал там хорошие деньги. Это тоже хороший мотиватор. То есть я не был таким, нет, нет, не надо мне платить, я просто буду работать. Нет, я не такой. Да, да. Бог имеет для тебя самое лучшее. И это включено в Его волю. Аминь. Послушай. И Бог хочет так же, чтобы ты увидел Его волю. Мы сегодня будем принимать вечерю. В вечере. Вы знаете, в отношении вечеря очень много христиан напугано. В некоторых христианских церквах вечерю готовится к ней как к пришествию. То есть, к примеру, в некоторых церквах невозможно принять вечерю спонтанно. То есть пастор не может сказать, о, братья и сестры, есть на сердце побуждение. Давайте примем вечерю. Почему? Потому что это целый процесс приготовления. И этот процесс приготовления спровоцирован непониманием и непониманием воли Божьей в этой сфере. Первоапостольская церковь каждый день принимала вечерю. Каждая. Ну, там, где написано, каждый день. Да, в Иерусалиме вообще какое-то время, а не каждый день. В других местах каждое служение. Во-первых, каждое воскресенье. Вы помните, когда Павел пришел к Филиппу, и там написано, в первый день недели, когда они были собраны для причастия, для преломления хлеба. Они собирались, каждое воскресенье, каждый первый день недели тогда, воскресенье, они собирались, и они делали служение, на котором вспоминали о смерти Господа Иисуса Христа и о Его воскресенье. Каждое служение это совершалось. Так же по домам они делали вечерю, они кушали, они общались, и они совершали хлебопреломление. И это немножко, ну, мягко говоря, немножко не похоже на то, что сегодня происходит у нас, и отчасти, возможно, потому что недостаточно света или воли Божьей открыто в этом. Я часто сталкиваюсь с тем, когда в разных церквах, я не сужу, я просто констатирую факт, люди не принимают вечерю. Я не знаю, как у вас, я у вас сегодня буду первый раз на вечере. Но люди некоторые не принимают, не потому что им запрещают, а потому что они где-то поймали это. Я недостоин сегодня. Но в Писании нет понятия «недостоин». Если ты во Христе, то ты достоин. Есть понятие «недостойно», то есть «неправильно». И Павел объясняет, что значит «неправильно». Говорит, вы собираетесь не так, что называется, вкушать вечерю, потому что один из вас поспешает быстренько съесть то, что принес, другие голодны, некоторые даже напиваются. Потому что они причащались не соком, они причащались венцом. И некоторые так причащались, что уже... А кто-то приходил, ни венца, ни еды. Пришел, почесал живот, сказал аминь на это слушание и ушел домой. Послушай, недостойно – это значит так. Они вели себя неправильно. Но ты не можешь быть недостойным, потому что у меня тогда вопрос. А что тебя делает достойным? Если тебя делает достойным какие-то твои дела, тогда это уже не благодать. Но мы знаем, что никто не может из-за своих дел стать достойным. Мы по благодати во Христе достойны. В Новом Завете нет ни одного намека, чтобы люди не принимали вечерю. Даже тогда, когда недостойно они принимают, они ее все равно что принимают. Вы слышите? Ого! Ты как сейчас? Достоин? Смотри, если недостоин, то... Кто знаешь? Во-первых, давайте вместе скажем, во Христе Иисусе я достоин. Во Христе Иисусе я достоин. Точка. Иисус сказал, совершилось. И я не ставлю под сомнение. Я могу что-то делать недостойно, то есть неправильно. Могу, все могу в укрепляющей меня. Но все равно принимаю. Теперь смотрите, апостол Павел говорит, оттого и многие из вас немощны, больны и немало умирают, потому что не рассуждают или не разделяют тело Господне. Тело, тело Иисуса, это не то, что они заболели из-за вечери. Они больными пришли, и больными остались и ушли. Вы знаете, с какой стороны у меня тогда болело очень долго, когда мы вечерю приняли. В общем, с какой-то стороны болело. Здесь что? Желочная, поджелудочная, поджелудочная, селезенка. У меня очень долго болело здесь. Болело, 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 молился, молился, молился. И как-то мне попалась одна книга о причастии. Потом, знаете, вот как будто Бог фрагментально меня вот... Ну, вы понимаете, да, иногда Бог на что-то обращает внимание через разные свидетельства. И я понял, Бог что-то мне хочет сказать через причастие. Я начал изучать этот момент. И однажды мы просто собрались дома. Дети немножко... Ну, дети, ну, как бы вот... Мы редко принимаем вот просто дома вечерю. Потому что, ну, в церкви, как бы, и достаточно принимаем. Но мы решили дома. И мы собрались. И я принимал вечерю в тот момент с пониманием, что я принимаю как исцеление. Я рассуждал о теле Господнем. Что значит рассуждать и разделять? Вот мое тело, оно имеет немощь. А вот тело Христа, в нем все мои немощи были исцелены. И я принимаю этот хлеб, как тело, которое было ломимо за мое тело. Я разделял и рассуждал никаких эмоций, никаких... Я просто рассуждал. И мы приняли. И как только я принял тело, и как только я принял кровь, моментально боль ушла. После... После того момента она еще пробовала как-то, ну, заявить о себе. Но я утверждался на том факте, который произошел две тысячи лет назад. Серьезно, долгое время я чувствовал боли. Неприятное. Иногда оно... Оно ушло. Вечеря. Кровь Христа. Тело Господне. Ты скажешь, я пробовал. Сколько раз ты пьешь аспирин, если у тебя болит голова? Ты же не делаешь так. Ну, я уже пробовал аспирин. Ты его продолжаешь пить. Правда же? Если есть какое-то лекарство лучше, ты его убираешь и берешь лучшее лекарство. Правда же? Нет ничего лучше тела и крови Господней. Поэтому мы будем принимать тело и кровь до тех пор, пока это не будет полностью в нашей жизни реализовано исцеление. И даже когда уже мое тело говорит, что я исцелен, это не говорит о том, что я должен перестать его принимать. Я хочу еще кое-что вам сказать. Исцеление, оно чаще всего приходит в нашу жизнь из-за воздействия Духа Святого снаружи вовнутрь. То есть на тебя кто-то возлагает руки, за тебя кто-то молится. Но здоровье – это действие Духа Святого изнутри, наружу. Еще раз объясню. Исцеление – это действие Духа Святого снаружи, вовнутрь. Но здоровье – это действие Духа Святого изнутри, наружу, через обновление твоего ума. Для того, чтобы быть здоровыми, это не говорит о том, что ты не будешь атакован болезнью, это не говорит о том, что ты не будешь испытывать какие-то вещи, но ты стоишь на том, что Бог приготовил для тебя. И сейчас, когда мы будем принимать вечерю, я хочу, чтобы ты принимал с новым пониманием, «Когда ты принимаешь тело, когда ты принимаешь хлеб, ты принимаешь тело, скажи аминь». И воля Божья, Иисус сказал, «Жертвы ты не захотел, тело приготовил». Дальше Он говорит, «Вот я иду, чтобы исполнить волю Твою». Послушайте, Бог воплотил Иисуса Христа, и это была воля. Почему? Потому что Он хотел раз и навсегда решить проблему с грехами и с болезнями. Если бы мы только могли поверить, что на самом деле Бог, Он хочет, чтобы мы были здоровы. Это просто, но это так тяжело умещается в нашем мозге. Это то, что всегда атакуется сомнениями. Но ты не можешь развеять сомнения ничем другим, как только волей Божией. К примеру, пастор Виталий пообещал что-то. Я краем ухом услышал, что он пообещал. Моя супруга краем уха услышала, что пообещал. И когда мы говорим с супругой, то мы говорим, и наши мнения противоборствуют, и очевидно, что кто-то из нас что-то не то услышал, а может быть даже вдвоем. Что самое лучшее сделать, если мы имеем доступ к Виталию? И все. Просто спросить. Читая эту книгу, я не нашел ни одного случая, когда бы Иисус дал кому-то болезнь. Послушайте внимательно. Писание говорит, Бог, говоривший многократно и многообразно через пророков, в последние дни говорил нам через своего Сына. Писание говорит, Бога никто никогда не видел, но Единородный Сын, Он явил. Моисей не явил Бога. Илья не явил Бога. Илисей не явил Бога. Бога явил только Иисус Христос. Ради дел не так являет Бога. Мы не так являем. Нет ни одного человека, который бы явил Бога. Только Сам Сын Божий явил нам Бога. В Нем была полнота Божества. И к Нему не пришел ни один человек, будучи зрячим, и ушел слепым. Иисус не разрушил... Послушайте, Он не разрушил ни одного брака. Он не разрушил ни одного бизнеса. Наоборот, сохранял бизнес. Петр терпел убытки. Он дал ему такой улов, что он смог покрыть все расходы. Иисус не вгонял бесов. Он их выгонял. Не было никого, кто бы пришел к Иисусу. Иисус, я хочу исцелиться. Что, что? Я хочу исцелиться. Что, что? Я хочу исцелиться. Что, что? И 20 лет. Что, что? Он говорит, приходящего ко мне я не изгоню вон. Послушайте меня внимательно. Апостол Павел сказал в Деянии Апостолов так. Нет крови на моих руках никого из вас, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью. Теперь послушайте. Можно упустить, возвести волю Божью. Это проблема проповедников. Но есть проблема церкви. Есть возможность упустить, услышать волю Божью. Вы слышите? Возвестить это дело проповедующего. Принять это дело церкви. И как проповедующий может упустить, возвестить, точно так же церковь может упустить, принять волю Божью. Бог любит нас. Бог благ нам. Бог добр. Его воля благая, угодная и совершенная. Аминь. И мы будем принимать тело и кровь. Писание говорит о том, что кровь Иисуса Христа в послании евреям написано, что она говорит лучше, чем кровь Авеля. Итак, тело Иисуса говорит, что мы ранами исцелены. Кровь Иисуса говорит лучше, чем кровь Авеля. Кровь Авеля взывала отомстить. Кровь Иисуса говорит о правде. И когда ты принимаешь тело Христово, принимай исцеление. Когда ты принимаешь кровь Христову, принимай праведность, дар праведности. Аминь. Аллелуя. Давайте встанем. Аллелуя. Я бы хотел спросить, есть здесь люди, которые первый раз на этом месте вас пригласили, вы первый раз в этой церкви. Как вас зовут? Михаил? Дмитрий? Очень приятно. Еще, может быть, есть? Хорошо. Дмитрий, мы приветствуем вас. Давайте воздадим Господу славу за Дмитрия. Дмитрий, я бы хотел вам сейчас предложить, чтобы вы помолились вместе со мной прямо там, попросить, чтобы Иисус вошел в вашу жизнь и стал вашим хозяином, вашим Господом и вашим Спасителем. Вы желаете этого? Да. Желаете ли, чтобы Его воля в вашей жизни исполнялась во всем? Благая, приятная, и совершенная. Аминь. Закройте свои глаза, кто-то из братьев, возложите на него руку рядом. Закройте свои глаза и повторите за мной эту молитву. Скажите, дорогой Господь, я прихожу к Тебе во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя за спасение. Я верю, что Иисус две тысячи лет назад умер за меня и в третий день воскрес. чтобы я был оправдан. Я принимаю свободу от греха. Я принимаю свободу от вины. Я принимаю дар праведности. И я принимаю всю волю Божью о себе. Господь, Тебе слава, Тебе хвала и Тебе все поклоняю. Аминь. Мы поздравляем вас. Пусть Бог благословит вас. И давайте благословим хлеб и плод виноградной лозы. в любом случае плод виноградной лозы. Иисус сказал от плода люди спорят нужно ли причащаться вином или нужно причащаться соком. послушайте и то и то есть плод виноградной лозы. Аминь. Нет причин для споров. Закройте свои глаза и давайте помолимся. Отец Небесный мы благодарим Тебя за Христа за Сына Твоего Который стал нашим искуплением и в Котором была осуществлена и явлена вся Твоя воля. Нет ничего чтобы осталось чего бы Иисус не явил. Иисус явил всю волю Божью. Он совершил всю волю Божью. Он был распят. Он принял бичевание. Он принял раны на себя. Он пролил свою кровь. Мы благодарим Тебя. победу И мы принимаем сегодня исцеление в Твоем теле. И мы принимаем утверждение праведности и свободу от греха в Твоей крови, Иисус. Мы принимаем. Мы принимаем. победу над болезнями. Мы принимаем победу над грехом. Мы принимаем и мы благословляем. Мы благословляем хлеб и принимаем как тело Твое во имя Иисуса. Христа. Боже, мы принимаем исцеление в ранах Твоих. Мы благословляем плод виноградной лозы и принимаем силу праведности. Мы принимаем силу пребывающей жизни во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Раздавайте. во имя Иисуса. Когда вы возьмете не спешите вкушать, все вместе примем вечерю. Аллилуйя! Иисуса а а а а а а а а и 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 а и и и Ты прослаблен сам. Навеки Ты превознишь все. Навеки Ты воскресший. Ты живой, Ты живой. Навеки Ты прослаблен сам. Навеки Ты превознишь все. Навеки Ты воскресший. Ты живой, Ты живой. Аллилуйя. Аллилуйя. Все ли получили опреснок и сок? Если кто-то еще не получил, поднимите руку. К вам подойдут. Все получили, да? Аллилуйя. Бог желает, чтобы мы принимали, рассуждая. Чуть-чуть потише. Послушайте. Покаяние. Есть традиция перед вечерей каяться. И это правильно. Но не всегда оно правильно проявляется. Покаяние – это перемена твоего ума. Это изменение ума. И покаяние – это значит, вот что сейчас должно быть. В твоей голове есть мысли, которые, возможно, укоренились в отношении болезни. И покаяние – это значит переменить свои мысли. Бог не хочет, чтобы я болел. Вы слышите? Бог хочет, чтобы я был здоров. Итак, если в твоем разуме были мысли, что Бог, возможно, через болезни тебя чему-то учит, сегодня должно прийти покаяние. Бог не хочет, чтобы я болел. Бог хочет, чтобы я был здоров. Исцеление должно быть стопроцентным, потому что воля Божья – она благая, угодная и совершенная, законченная. Посмотри на этот опреснок. Ты видишь, он пробитый. Он пробитый. Точно так же Иисус был пробит. Чтобы ты был исцелен. И от того, что люди не рассуждают, от того немощны, больны и немало умирают. Братья и сестры, апостол Ян сказал Гаю, возлюбленный Гай, «Я молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал, как преуспевает, и здравствует твоя душа». Вы должны быть здесь, в первую очередь, здоровы, посредством покаяния и изменения своего мышления. Воля Божья обо мне, чтобы я был здоров. Бог радуется, когда роди дел Сергей здоров. Он может то же самое сказать о себе, назвав свою фамилию, имя и отчество. Бог радуется, когда Он радуется. Господь Иисус, мы принимаем Твое тело. И принимая Твое тело, я принимаю ту силу исцеления и здоровья, которая действует внутри меня. Каждая клетка моего тела сегодня будет обновлена силой Твоего тела. Я принимаю Твое тело, я принимаю Твое тело с покаянием, с метаной в моем мышлении. Ты взял на Себя мои немощи и понес мои болезни. Я исцелен. Принимайте Твоего тела. Во имя Иисуса. Аллелюя. Подними чашу. Это кровь Нового Завета. Это кровь Нового Завета. И это не Твоя кровь. Это кровь Христа. Иисус крепил Новый Завет своей кровью. Мы в Завете. Мы в Завете через Иисуса Христа. Ты слышишь? Иисус исполнил нашу часть Завета. Не мы ее исполняли. Ее исполнил Он. С другой стороны, Отец. Это вечный Завет. Он уже не может быть нарушен. И эта кровь говорит, что мы с Тобой праведны. Аминь. В этой крови есть жизнь. И если в Твоей жизни сейчас есть какие-то слабости, принимая кровь, Ты принимаешь силу в эти сферы. Прямо сейчас. Господь Иисус, мы принимаем Твою кровь. Мы принимаем силу Твоей крови. Мы принимаем праведность и утверждение в ней. Прими. Аллилуйя. Господь Иисус, я благодарю Тебя за то, что Твоя благословенная рука сейчас над каждым. Простри свои руки, Господу. У Бога есть еще благословение для Тебя. Боже, благодарю Тебя за Твое благословение, за Твою благодеющую руку, которая над нами, за Твое благоволение. Я благодарю Тебя, что Твое благоволение приходит в жизнь каждого, в каждую сферу. Я благодарю Тебя, что Твое благоволение приходит в жизнь людей на сферу финансов, в семью, в служение, в бизнес, в работу. Во имя Иисуса Христа будьте в благоволении Божьем во имя Иисуса. Воля Божья о вас одно только благо, одна только приятность и угодность. Воля Божья о вас только совершенство и законченность. Во имя Иисуса Христа я провозглашаю вас в воле Божьей. Во имя Иисуса будьте благословенны, будьте благословенны во имя Иисуса Христа. Аминь. Вознай славу Господу. Послушайте, я поделился об общей воле Божьей. Она для всех нас благая, угодная и совершенная. Но также есть воля Божья и индивидуальная для каждого. И на втором служении я поделюсь с вами, как ее узнать лично в своей жизни. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok